Кем я только не была. И, значит, курьером, и уборщиком, и фотографом. И у меня в этот момент происходит взрыв мозга. Как сейчас помню, похудела килограммов на 5 или 6, потому что, ну, голодно было. Сел он? Правильно, он не сел. И мне пришлось возвращать эти 50 тысяч рублей из ничего, просто из ниоткуда. И опять понакатаны макеты, значит, девушки, слезы, деньги. Все это было просто на нуле. Вся вообще самооценка была на нуле, вообще все на нуле. Всем бельевицам и конструкторам большой-большой привет. Меня зовут Катя Соколова. Для тех, кто меня не знает, я конструктор нижнего белья, основатель собственной онлайн-школы Эксессус, где мы конструируем и шьем на все размеры нижнее белье, значит, и также я являюсь действующим мастером по пошиву нижнего белья. Моя основная специфика работы – это пошив белья на очень большую грузь. Вот, это моя любимая тема. Так, значит, в Телеграме мне поступил вопрос, запрос вообще рассказать о моем швейном пути, как я вообще достигла всего того, что я имею сейчас и так далее, и так далее. Вот, я решила прямо во время раскроя, вот у меня здесь розовый комплектик на большой грудь тоже, значит, рассказать вам в двух словах, ну, как в двух словах, наверное, это все-таки будет большое видео, я потому что люблю болтать. Итак, значит, давайте я вам покажу сначала. Вот мои работы сейчас, здесь всякие пузырьки должны быть так бук-бук-бук-бук со звуком появляющейся картинки. Вот, это мои работы сейчас сделаны, ну, там, полгода, наверное, разница, может, что-то такое. И давайте сразу покажу работы моих учениц, то есть я преподаю, вот работы моих учениц, также их большое количество, большое множество. Так, значит, давайте приступим к рассказу. Значит, вот Катя, картинка моя, да, значит, это милая девочка Катя, ей 16 лет, она закончила московский экстренат, то есть я закончила два учебных класса за один год, и у меня было всегда стремление к познанию, я очень любила науку, вообще все, что касательно науки, каких-то формул, какой-то теории, какой-то вот практику, кстати, никогда не любила, вот именно теория, вот это вот было мое любимое почему-то. Вот, но проблема заключается в том, что я никогда не знала, кем хочу стать, кем хочу быть, вообще не понимала, каждый день у меня новое, то я хочу быть врачом, то я хочу быть вообще каким-то там лесопилочником и так далее, и так далее. И по итогу, с учетом того, что мне нужно было куда-то поступать, я поступила в юридический университет. Да, как обычно, кстати, на бюджет, между прочим. И, значит, повторюсь, мне 16 лет, и я понимаю, что я как бы тёточка-то уже взрослая, и мне нужно уже как-то зарабатывать денюжки. Поэтому я пошла на работу, значит, параллельно обучаясь в университете, кем я только бы не была, и, значит, курьером, и уборщиком, и фотографом. Короче, много у меня было работ, но, естественно, это всё было не моё, абсолютно мне это всё ни дела не нравилось, и платили мне за это очень-очень мало. По итогу, я вся такая бедная, 16-летняя Катя, значит, смотрю, как обычно, ролики в ютубе или в инстаграме, уже не помню, и натыкаюсь на то, что кто-то конструирует то ли чашку, то ли трусы. Честно, уже не вспомню. И у меня в этот момент происходит взрыв мозга. Это просто был какой-то, вот я не знаю, что это было, но я поняла, что вот всё, вот это моё. Значит, обычно девушки приходят в профессию бельевицы, когда им нравится красота, им, у них проблемы с подбором белья. Ну, то есть, это вот такие базовые истории, и в целом абсолютно понятен путь их развития в дальнейшем. Ну, вот меня зацепило абсолютно другое. Меня зацепили именно чертежи. Вот эти. Меня зацепили именно чертежи. Просто это же какая-то магия, что от одной линии, насколько мы её изменим, поменяется полностью чашка, поменяется полностью положение груди, которое может вообще, ну, которое, сейчас поясню, я просто даже, когда не работала, когда не знала о том, что существуют большие размеры, вот у меня в семье просто все маленькие, я просто не понимала, что, оказывается, от положения одной линии может измениться положение груди напрямую. То есть, как я эту линию сделаю, у меня грудь либо уткой пойдёт, либо шариком пойдёт. Вот это меня настолько сильно зацепило, что я была просто в шоке и решила купить, конечно, обучение. Естественно. Я решила, что самостоятельно я с этим делом не разберусь, и купила обучение за 5 тысяч рублей. Я, как сейчас помню, эти 5 тысяч рублей взяла в кредит. Вот. Значит, у мамы одолжила машинку и начала шить бельё. Вот. Вот такой у меня, значит, швейный путь начался. Но проблема в том, что курс был, честно говоря, очень-очень плохим. Это даже уже спустя много лет, говорю, с точки зрения уже как и ученика, и преподавателя. По итогу никакие трусы на меня не сели, никакие бескаркасные топики, не говоря уже о безгалтерах, на меня не село, ничего не село. И я поняла, что, ну, наверное, это курс. Наверное, это курс. Это не моя проблема с тем, что у меня ничего не садится. Это проблема курса. Вот. И я начала искать другие варианты развития событий, как вообще мне можно просто научиться конструировать труселя и конструировать бюсты. Ни о каких деньгах здесь сейчас речи не было. То есть, честно скажу, это не было основной причиной того, что мне нужно вот именно на этом зарабатывать деньги. Нет. Это был дичайший интерес вот к этой профессии. Просто дичайший. Кстати, для тех, кто мне не верит, вот мои первые работы. Вот здесь вот тоже я обязательно прикреплю их. Кстати, никогда... Еще такой момент важный. Никогда я не шила никаким куклам, никаким вообще я рукоделем сроду не занималась. И поэтому с точки зрения пошива у меня было очень долгое время большие косяки. С конструированием проблем не было вот именно с пошивом, потому что у меня в целом мозг, руки нетворческие. Я не творческий человек абсолютно. Так, значит, на чем я остановилась? Решила я, значит, делать что-то дальше. Как мне построить чашку таким образом, чтобы она села как минимум на меня? И тут важно. Значит, я закрылась дома на месяц. И, ну, естественно, я смогла накопить определенную сумму, чтобы мне хватало на продукты. Я, кстати, тогда, как сейчас помню, похудела килограммов на 5 или 6, потому что, ну, голодно было. Но я накопила определенную сумму, закрылась дома. И в течение месяца я начала работать с чертежами. Что случилось по итогу? Очень интересно. Я изучила полностью весь, всю советскую систему построения бюстгальтеров. И советская система построения бюстгальтеров, она остается и до сих пор в 24-м году советской. То есть вы получите, если вы будете работать строго по советской методике, такую конусообразную чашку, какой-то непонятный каркас, и в целом грудь какая-то приплюснутая, абсолютно не шарообразная и так далее, и так далее. Устраивало ли меня это? Нет, абсолютно. Поэтому я решила двигаться в сторону запада. То есть я, скажем так, пошла налево. Параллельно у меня начинали приходить ко мне первые заказы с Авито. Ну, это мой максимум на тот момент. Было там чисто за материалы я брала деньги. И очень сильно насиловала своих клиенток, потому что они ко мне с маленькой грудью. С маленькой грудью. Они ко мне приходили раз по 7, по 8. У нас ничего не получалось. Никакие макеты, ничего не получалось. Я, кстати, не додумалась сначала шить макеты, чтобы вы понимали. Я вот, допустим, беру деньги за материал, дам, ну, полторы тысячи рублей. На эти полторы тысячи рублей покупаю, строю и сразу же шью. И, естественно, с учетом того, что у меня не было знаний с точки зрения чертежей, как они должны выглядеть по-настоящему, да, то, естественно, просто я просирала эти полторы тысячи рублей. И в итоге и клиентка оставалась там без лифчиков, и я расстроенная. И, короче, все в слезах. По итогу я уходила в минус. Короче, было смешно и интересно. Так вот, после того, как я поняла, что в России, к сожалению, нет вот именно такой методики, которая бы мне обеспечивала максимально красивую форму чашки. И, в принципе, когда вот трусы те же, непонятно, почему на меня не садились, не подходили и так далее, и так далее. Ну, кстати, здесь еще проблема в том, что там на курсе, на котором я училась ранее, было сказано, купите атласную бейку. А, вру, купите бейку. Я и купила атласную. Естественно, у меня ничего даже не натянулись эти трусы на меня. Но я почему-то не думала об этом. Там написано, бейка какая, бейка эластичная, не эластичная, это я не знала. Ну, так вот, значит, я пошла в сторону Запада и начала изучать построение испанской методики, итальянской, французской. В том числе все-таки я вспомнила советскую, потому что даже несмотря на то, что там чашка получается достаточно конусообразная, все равно какие-то нюансы с точки зрения построения нужны были мне. Так, и китайская. Вот, значит, все вот эти вот блоки я изучила, и тут начало что-то получаться. Как минимум, у меня получалась чашка более шарообразная. То есть, макета было сшито просто нереальное количество. Это уже, когда я уже поняла, что макету все-таки надо шить, на самом деле. Вот, это сейчас на маленькую грудь я не шью. Но в тот момент, когда у меня уже плюс-минус шарообразная форма чашки начала получаться, я поняла, что вот толк из этого какой-то будет. По итогу, спустя несколько месяцев страданий и потраченных денег, честно говоря, получилось. Вообще получилось отлично. Маленькие размеры, все садилось супер. Все было круто, все было классно. И я уже начала продавать нижнее белье с учетом ценника моей работы. Пошли первые деньги практически сразу же. Если мы не берем вот тех девушек, которые у меня были с Амит, которые, где я шила сразу же без макета, без даже знаний, чертежа и так далее, и так далее. Вот если мы не берем в расчет тех пяти или шести девушек, вот, то у меня сразу начало получаться с учетом моих знаний с точки зрения вот запада, вот, всего вот этого вот. Значит, у меня начало сразу получаться, и я поняла, что, блин, а это круто, а это интересно. И дальше я решила все-таки развиваться каким-то образом больше и взяла большую грудь. А вот с большой грудью работа происходила еще страшнее и еще интереснее. Значит, я работала по итогу дома. Я тогда уже, значит, вышла замуж, уже все, уже все там пошло-поехало. Значит, с большой грудью работа происходила следующим образом. Дело в том, что у меня нет ни друзей, ни подружек, ни знакомых с большой грудью. Поэтому я решила, точнее, поэтому я просто даже не думала о том, что большая грудь как-то отличается от маленькой груди. И когда ко мне пришел запрос сшить бюстгалтер дистанционно на большую грудь, я думаю, пф, да расплюнуть. Сел он? Правильно, он не сел. Вот. И я думаю, ну, наверное, я где-то там в чертежах затупила. Или же, ну, я думаю, что, ну, там клиентка что-то сделала не так. По итогу опять мы вернулись на круговорот, когда опять не посадки. И опять я очень много, очень сильно прогорела с точки зрения финансов. Было даже такое обстоятельство, когда очень богатая девушка мне написала с запросом. Это было просто все в один месяц. Вот. И у нее была большая грудь. Она сделала заказ на 50 тысяч рублей, из которых 1030 были очень дорогостоящие материалы. И у меня ничего не село. Было такое. Было. Признаюсь. Вот. И мне пришлось возвращать эти 50 тысяч рублей из ничего. Просто из ниоткуда. Вот. По итогу, как я начала работать дальше? Значит, я начала изучать бюстгальтеры у брофитеров. Я приходила в салон. Это было очень смешно, потому что я, ну, просто покажусь, да? Да? Значит, я начала приходить в салон брофитеров, говоря о том, что, слушайте, я ищу комплект для мамы. Вот. И начала рассматривать бюстгальтеры, из чего они состоят, какие там швы, почему там вообще, откуда там боковая поддержка и так далее, и так далее. То есть, таких мыслей в голове у меня абсолютно не было. На маленькую грудь ты сделал Т-шов, ты сделал там один вертикальный шов, и у тебя все село. А на большую грудь ты попробуй один вертикальный шов сделай. Да это не сядет, не сядет, грудь провалится, грудь упадет и так далее, и так далее. Но тогда для меня это было, ну, как-то вообще непонятно. То есть, было очень много вопросов, и абсолютно никто мне не мог помочь в этом. И что я предприняла? Во-первых, это огромное количество макетов по итогу. Я прекратила на время брать клиентов на большую грудь. Я шила дистанционно, потому что мне нужно было как-то кормиться. Да, мне в любом случае... Я, кстати, ушла из университета. Самое интересное забыла сказать. Я ушла из университета после третьего курса. Да, прямо во время сессии я ушла, потому что я поняла, что мне вот это важнее, нежели чем юрфак. Вот. И, значит, я поняла, что, ну, как-то мне нужно в любом случае существовать. Значит, я шила белье на маленькие размеры, и параллельно, значит, убрала полностью дистанционный пошив на большую грудь, и принялась брать любых женщин с большой грудью. Просто любых. По итогу десятки, даже сотни макетов было сшито вот этими руками, да, и начало что-то получаться. Начало. С учетом моделирования, которое я узнала вообще, в принципе, о моделировании, о видоизменении швов на чашке. Сейчас скажу, китайская вроде методика, да, это была. То есть я там уточнила, как это вообще все делается, и начало что-то получаться, получаться постепенно, 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 и потом начался опять провал. Потому что я там взяла девушек 5-7, и я почему-то в очередной раз подумала, что если я там сшила белье 5-7 девушкам, и у меня после 10 примерок у каждой, то есть с каждой девушкой 10 примерок. Вы просто представляете, на каждую примерку это отдельный макет, отдельные материалы и так далее, и так далее. Распарывать я сроду не люблю, поэтому сшила сразу, ну, типа, еще один макет. И после того, как я поняла, что на 5-7 девушек у меня все село, там с 10-11 примерки, да, я решила брать дистанционно девушек, и тут опять у меня вниз, значит, моя самооценка упала по причине того, что я поняла, что грудь-то большая, она разная бывает. Ну, в прямом смысле вообще разная. Мне почему-то так получилось, что вот девушки, которые я брала, они плюс-минус одинаковой грудью были. То есть, да, она была большая, но как большая, 24 сантиметра горизонтальная дуга, 27, почему-то вот именно такие девушки были. И, как правило, это молодая грудь, когда, ну, особо что-то скрывать, что-то коррексировать не нужно было. И опять у меня был спад жесткий, и тут я понимаю, что никакая методика не садится, абсолютно ничего не садится. И тут, спасибо, и тут я поняла, если у меня ничего не садится, так может придумать свою методику. Просто взять и придумать. И опять по накатанной макеты, значит, девушки, слезы, деньги, все это было просто на нуле. Вся вообще самооценка была на нуле, вообще все на нуле. Значит, но по итогу, с учетом того, что я начала все чаще и чаще ходить в бельевые магазины, начала активно подписываться на девушек просто с большой грудью. Этого было всего тогда мало. Это вот в эти 2-3 года начались всякие профитерские магазины, начались блоги. И это вот только недавно относительно началось. Тогда, к сожалению, этого ничего не было. И по итогу я начала на них всех подписываться, смотреть что да как, почему там шов вот так, а почему где-то диагонально, где-то вертикально, где-то так-так-так. И по итогу, спустя год, у меня получилось создать собственную методику. Собственную методику конструирования белья на большую грудь. Собственно, до сих пор я ей и пользуюсь. С точки зрения моделирования, точно так же собственное самостоятельное моделирование придумано было. И последующие несколько лет я занимаюсь как раз таки тем, что я придумываю еще дополнительно методики, модернизирую ту методику, которой я пользуюсь сейчас. Пытаюсь сделать таким образом, чтобы я работала, чтобы у меня было меньше макетов в работе. То есть их и так стало там меньше и меньше. То есть, по сути, я сажаю белье с первого, со второго максимум, со второго раза. Максимум со второго раза. Если это не супер какая-то сложная грудь с горизонтальной дугой, там 43-44 сантиметра. Что очень редко, кстати, бывает. И, наверное, основное, что я хотела вам сказать, это тот факт, что даже несмотря на то, что были моменты, когда абсолютно денег от белья я не получала никаких, ни от заказов, ни от чего вообще, я никогда не сдавалась. Ну, у меня просто даже мысли не было в голове, что мне нужно прекратить, что мне нужно закончить или что это не мое. Я не понимаю тех, кто говорит, ну, наверное, это не мое, когда у меня же там что-то не получается. Там, хотя, ну, банально, неправильно высчитаны мерки или рассчитаны мерки, да. Я не понимаю таких, к сожалению, девушек, ведь это же очень интересно. Понимаете, пытливость ума, это же просто замечательно. Когда ты пытаешься найти вот то самое сложное, из-за чего вообще происходит, из-за чего вообще возникает вся проблема, это же очень интересно. По итогу, по итогу, вот, спустя несколько лет я занимаюсь, по сути, вот, трусами, тут шум, чего-то. По итогу сейчас я преподаю, я считаю, что у меня один из лучших курсов в России, потому что ни одна моя ученица не уходит без результата. Я очень сильно этим горжусь, я горжусь своими посадками, своей работой, потому что то, что я считаю, я абсолютно честна, и причем у меня нет никаких нарцистических, нарцистических вот этих вот штук, я считаю, что ту работу, которую я делаю, которую я даже проделала, это просто колоссальный труд, и я этим очень сильно горжусь, и поэтому могу спокойно, без иззрения совести, об этом рассказывать. По итогу, моя проблема единственная заключается в том, что я не дизайнер, ни в коем случае. Для меня подобрать вот розовую сетку к розовой кулирке, это еще тот, значит, очень страшный путь, потому что я не различаю цвета, как минимум. Я не понимаю, что такое бургунтия, что такое слива, поэтому, благо дело, есть, значит, наименование этих цветов. Честно говоря, я не думаю, что это видео было супер каким-то интересным и супер полезным, по причине того, что история моя заключается лишь как раз-таки в этой пытливости ума. Нет, у меня нет никаких проблем с точки зрения, там, подбором белья, или, там, мне нужно было на кого-то посадить, что вот чаще всего бывает. Это просто случилось вот так разом, я однажды увидела ролик в, там, в ютубе в том же, и все. И поэтому я с вами сейчас нахожусь уже несколько лет, и мне это очень нравится, и я буду продолжать работу. Спасибо большое вам всем за просмотр. Пишите комментарии, как вы начали шить нижнее белье, мне будет очень интересно послушать ваши истории, вот, что скажете о моей истории, потому что я думаю, что она специфичная достаточно. Я пошла дальше кроить, вот, ой, выкройка упала, вот. Все, всем пока!